Всем привет! Сегодня в новом году я наконец-то первый раз отправляюсь в секонд-хенд. Это планета секонд-хенд. Сегодня здесь все по 100 рублей. Набрала много вещей на примерку, так что думаю будет интересно. Поехали! Первое, что я буду примерять, это такая вельветовая жилетка от фирмы Brax. Давно хочу найти себе жилетку какую-нибудь интересную, чтобы сочетать со многим. Brax, насколько я знаю, не дешевая фирма. На пуговицах даже есть логотипы. Ой, ну, название фирмы. Но эта жилетка большевата мне. Цвет мне, в принципе, и фасон понравился. Не знаю, кого-то я в таком наряде, скажем так, напоминаю себе. Но в целом, интересная жилетка. Жалко, только размерчик не мой. Размерчик бы поменьше. Дальше нашла вот такой пиджачок от фирмы Машка. Не знаю, я почему-то прочитала Машка. Очень классный состав. Есть даже запасные пуговички. Мне кажется, он вообще новый, потому что нет следов носки, вообще ни катышек, ничего. Интересный такой цвет. Что-то среднее между хаки и кофейным. Вот так он смотрится на мне. Этот пиджачок по фигуре идет приталенный, укороченный. Мерю я на свою трикотажную водолазочку такую, но сел он очень так вот в облипочку прям. То есть пережимает и в подмышках довольно некомфортно двигаться в нем. Ну, возможно, его надо носить на рубашку или на что-то более легкое. Ну, пиджаки я люблю, но мне, к сожалению, их носить некуда. Поэтому, увы и ах. А так за 100 рублей с отличным составом пиджак можно найти. Видела также от Петер Хан с таким же составом пиджак, но он еще больше размера, поэтому его я примерять уже не стала. Дальше показываю вам пальтишко в гусиную лапку. Мне сегодня много вещей с гусиной лапкой попадалось. Так же и на мне кофта в гусиную лапку. Прям вот гусиная лапка гусиной лапкой погоняет. Вот так это пальтишко смотрится на мне. Сзади есть вот такая шлица. Как по мне, так размерчик все-таки немножко выдает, что он большеват. По плечам это особенно видно. Ну так, модель интересная, прикольная. Такое облегченное полупальтишко на теплую-теплую весну уже. Еще одна вещичка из верхней одежды. Это вот такой тренч. Он идет на подкладке. И между подкладкой и основной тканью есть такая вот какая-то прослоечка синтепона что ли. То есть он с таким небольшим утеплителем. Думала, что нашла альтернативу тому тренчу, который я не забрала в прошлый раз. И при примерке все-таки оказалось, что он не большеват. На камере это не так видно, но в жизни, ну прям видно, что конкретно он как с чужого плеча. То есть по плечам он не велик. И по размеру тоже как бы. Это на более высокую девочку, мне так кажется. Потому что и рукава мне здесь длинные. И пояс садится не совсем там, где он должен быть. В районе чьей-то чужой талии. А так модель интересная. Впервые встречаю тренч на подкладке синтепона. Дальше примерю несколько платьишек. Вот такое от Zara. Попалась мне с интересной вставкой на шее. В виде такой металлической. Металлического чокера, на который уже крепится основная ткань. В общем сейчас вам покажу. Необычное, решила примерить. Вот так это смотрится на мне. Идет вот такое кольцо металлическое. На нем присборена ткань. А дальше оно вот просто идет по фигуре. Но сзади тоже сюрприз. Оно прям до трусов практически. Там вырез. То есть я не знаю, с бельем его не наденешь. Либо какие-то чашечки отдельные. Вот как продают. Потому что ткань просвечивает довольно-таки. Ну конечно нет. Брать его не буду. Сейчас я заметила много появляется. свитеров платьев во всяких магазинах. И я нашла себе в секонд-хенде вот такой на примерку. Он на 50% из хлопка, на 50% из акрила. Состояние у него среднее. Но я решила чисто примерить. Посмотреть, как это смотрится на мне. Вот такой свитерочек платье. Сбоку два небольших разреза. Самый обычный, серенький. Мне показалось, горловина немного растянута. Состояние у него среднее. Ну, в принципе, смотрится интересно. Единственное, что на ощупь он не очень приятный к телу оказался. И, ну, как-то мне не очень комфортно в нем было. Поэтому решила его не брать. Но к такой модели пригляжусь. Возможно, поищу еще. Еще одна находка в гусиную лапку. Это платье из 100% хлопка. Я так понимаю, это от фирмы Zara. Его я видела еще на завозе. Вот видео с завоза было, когда я ничего не купила. Это вот как раз последние дни с того завоза. Ну, явно подвес вещей был. Потому что много новых вещей. И вот нашла те, которые видела еще прям в день завоза, когда я ездила. Я думала, я в это платье не втиснусь. Но все-таки втиснулась. Но видно, что оно мне маловато. И смотрится нелепо. Находка, которая меня порадовала. Это вот такой сарафан. Возможно, он подростковый. Судя по размерам написанным. В нем 70% шерсти. Он потрясающего винного такого цвета марсала. Примерить решила с вот такой горчичной водолазкой из 100% акрила. Состав не очень. Но мне понравилось сочетание именно цветов. Поэтому решила примерить. Вот так это смотрится на мне. Ну, конечно, эта водолазка мне кажется не по размеру. Потому что все-таки она должна быть по фигуре. И вот эти вот расхлябанные рукава никак сюда не катит. Как цветовое сочетание. Да. Но как две вещи в комплекте нет. Водолазка мне это сюда не понравилось. А сарафан очень даже понравился. Такой в стиле 70-х что ли. С квадратным вырезом. И решила его примерить с вот такой а-ля водолазкой. Тут горловина немного по-другому сделана. Бирки с составом и названием фирмы все срезаны. Но по цвету, мне кажется, это лучше подходит. Пританцовываю. Потому что в этом секонд-хенде всегда играет прикольная музыка. Вот. Решила примерить вот так. Так уже смотрится лучше. Застегивать уже не стала. Потому что пока застегнула первый раз. Чуть не употела. Все-таки сложно самой себе на спине застегивать потайную молнию. Я думаю, с моей белой водолазкой этот сарафан будет смотреться намного лучше. Поэтому его я решаю, конечно, приобрести. Следующее, что я вам покажу. Это вот такая шоколадная водолазка. Трикотажная. Она на 80% состоит из вискозы. Приятная очень на ощупь. Приятный цвет. И примерять буду с вот такой потрясающей желто-горчичной юбкой. От фирмы ZERO. Состав тоже классный. 70% 6. Размер указан 34. Я в 34 уже редко когда влезаю. Но все-таки решила примерить. Вот так это смотрится на мне. Точнее, вот так это могло бы смотреться на мне. Но юбка мне оказалась велика. 34 размер. Я прям была удивлена и недоумевала. Потому что я все-таки поправилась. И 34 размер мне уже редко когда подходит. В целом сочетание интересное. Юбку бы я взяла, будь она моего размера, это точно. Насчет водолазки я раздумываю стою. Юбку шивать я тоже не хочу. Поэтому отказываюсь от этого образа. Буду примерять следующую юбку от Banana Republic. Здесь тоже хороший состав. 75% шерсти в составе. Спереди такой разрез. Идет в такую клетку. Вот так она смотрится на мне. Длина миди. Чуть ниже коленки. Но, опять же, велика по размеру. И мне кажется, такой фасон уже смотрится как устаревший. Не знаю, вы что скажете. Такие юбки актуально сейчас носить или не очень? Ну, решила отказаться. А вот эта юбка меня заинтересовала больше. Это юбка от фирмы Гэб. И здесь есть 27% шерсти мериноса в составе. Это такая юбка-резинка, можно сказать. Такая трикотажная. И примерять я ее буду со свитером от фирмы Only. Он вот такого лавандово-сиреневого цвета. Не знаю, актуален он еще или нет. Но, по-моему, летом он был актуален. Этот цвет. Мне нравится в целом этот цвет. И мне кажется, он мне достаточно даже так неплохо подходит. Сзади, кстати, вот такой бант завязывается. Вот так этот свитер с юбкой смотрится на мне. И, конечно, в этом образе, если я напомнила какую-то учительницу. Не знаю почему. Юбка сверху идет на резинке, поэтому ее можно подтянуть повыше. Она идет без разрезов, без ничего. Просто вот так вот по фигуре. Но она достаточно эластичная, тянется и не причиняет дискомфорт при хождении. А вот свитер в сочетании с этой юбкой мне не очень понравился. Да и в целом у меня свитеров уже много. И решила не брать. К тому же он не совсем натурального состава. Дальше нашла вот такую интересную мятую-мятую блузку. Но здесь 50% шелка в составе, 50% вискозы. Сложно оценить потенциал вещи, когда она настолько мятая. Но все же я решила ее взять и примерить. Посмотреть. Потому что фасон необычный довольно-таки. И примерять буду с шортами. Шорты, конечно, тоже не натуральный состав. Ну, в смысле тоже. Точнее, там натуральный. Шорты, конечно, синтетика. Вот так это смотрится на мне. Жутко мятая блузка. Не знаю. Может, если ее там отгладить, отпарить, это будет выглядеть лучше. Но это всегда смущает, сбивает с толку. А на шортах еще и молния до конца не застегивается. Там потайная молния. И она немножко отпоролась. И не застегивается до конца. Долго я крутилась-вертелась. Думала, нужна мне такая блузка или нет. Все-таки блузки я ношу редко. Тут еще фасон такой немного странный. Не застегивается до конца. Вот этот маленький куцый воротничок. Карман один на груди. И рукава как-то странно переходят из одного материала в другой. В общем, решила не брать. Даже за 100 рублей. Дальше я продолжаю поиски черных джинс. Нашла парочку на примерку. И как же без моих любимых рубашек в клетку. Нашла вот такую черно-фиолетовую. Понравилось сочетание цветов. И понравилась плотность ткани. Каждая пуговичка брендирована, подписана. Буду примерять с вот этими джинсами. Вот так это смотрится на мне. Рубашка очень классная, приятная к телу. Мне нравится такой цвет. И мне кажется, он мне достаточно идет. Мне вот темные цвета почему-то, мне кажется, вполне подходят. А фиолетовый вообще мой любимый цвет. И в маникюре, и в одежде я люблю. И волосы я когда-то красила фиолетовый. В общем, фиолетовый это моя любовь. А вот джинсы, как я и ожидала, у них экстра низкая посадка. Супер скинни. С супер низкой посадкой. Поэтому джинсы точно нет. А вот насчет рубашки я прям даже не знаю. Рубашка понравилась, но... Не знаю. Ну, нужна ли мне 101 рубашка в клетку из секонд-хенда. В общем, стою в раздумьях. Дальше нашла вот такие джинсы черные. Написано органический хлопок, но бирки с составом я не нашла. Точный процентный подскажу. И буду примерять с такой рубашкой в клетку от H&M. Из стопроцентного хлопка. Мне понравилось, что она здесь не на пуговицах, а на клепках. И есть такие металлические элементы в виде клепок на воротничке и на плечах. Вот так она смотрится на мне. Очень интересная модель. Мне кажется, с джинсами было бы интересно. Просто на белую футболку накинуть. Но, как всегда, я все в раздумьях. Потому что у меня этих рубашек уже миллион и маленькая тележка. И брать еще одну. Но, наверное, я не буду. Потому что я все-таки хочу найти красно-черную рубашку в красно-черную клетку. Вот такую более классическую, скажем так. Похожую на фиолетовую, но красно-черную. Вот тут я стою и думаю, брать мне какую-то из этих рубашек или нет. Забыла показать джинсы. Поэтому отдельным кусочком вставляю. Джинсы, как всегда, мне в талии немножко великоваты. Топорщица сзади. Посадка средняя. В принципе, неплохие джинсы. Плотная джинса. Но, нет, сели не совсем так, как мне хотелось бы. И они не чисто черные были. Они с какими-то белыми разводами. Нашла еще вот такую интересную футболку. Назовем ее так. Футболка пола трикотажная. А тот же. Бирка составим срезана. Но я думаю, что это хлопок с вискозой. Или хлопок с какой-то синтетической нитью. Ну, интересная, в принципе, модель. Но вот эти рукавчики фонариком укороченные, мне кажется, не совсем мне подходят. И мне такую футболку не представила я, с чем ее носила бы. Не нужна она. Есть у меня много аналогов, поэтому не буду брать. Также не прохожу мимо тельняшек. Нашла в этот раз вот такую бело-зеленую трикотажную. Но здесь горловинка была слегка растянута, поэтому смотрелось это странно. То, что здесь рукава такие длинные, мне даже понравилось. Но растянутая горловина, конечно, нет. Поэтому от этой тельняшки я откажусь, пожалуй. Не буду брать. На этом у меня все. Забираю я сегодня всего лишь сарафанчик и юбку. А что бы забрали вы? Напишите. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова